Следующее, что я хочу вам сказать. Вот мы будем повторять «Я желаю всем счастья». У вас в сердце, внутри будут происходить разные процессы. Судьба находится вот здесь. Если вот вы будете повторять «Я желаю всем счастья», и здесь что-то заклинило, ну так что-то тяжело стало, звук начал прерываться. Звук очень сильно связан с судьбой. Если вы повторяете «Я желаю всем счастья», если у вас «Я желаю», потом «Вот я, допустим, у меня так будет», всем вы без меня произносите «Счастье», это значит, что у меня заклинило. Это означает, что идет борьба с судьбой. Она сильно связана со звуком. Поэтому если у вас произношение само начнет нарушаться, что-то будет клинить, не бойтесь этого, это значит, что вы пробиваете судьбу. Нужно продолжать, продолжать, потом отпустит, и станет легче. Понятно? Бывает, что у человека вот здесь камень в сердце, он выходит, и появляется легкость. А бывает, наоборот, была легкость, появился камень. Если камень в сердце появился, бояться не надо, это значит, что вы вытащили судьбу наружу. Когда она вытаскивается наружу, следующий этап – это победа уже идет. Понятно? Или нет? А? Вот здесь вот тяжесть появится. Когда тяжело на сердце, это значит, судьба пришла. Если человек сильно слушает, повторяет, у него тут тюм, и отпустится вот так, легче станет. Вот. Теперь, когда мы начнем повторять «Я желаю всем счастья», все отработаем. Звукорежиссеру надо уйти, потому что здесь никому нельзя будет в это время находиться, кто не участвует в процессе. Это очень сильно будет мешать. Это как ложка дёбки в бочке мёда. Мы должны все включиться на полную катушку. Здесь ни одного человека не должно сидеть, кто не будет включен, а просто сидеть и глазеть на всех. Это будет конкретно мешать просто. Каждый человек должен быть очень сильно включен. Понятно, да? Здесь нечего делать всем, кто просто пришёл посмотреть. Вы будете мешать. Что? Да, вот это я хотел сказать. Если вы сидите и чувствуете, что у вас затекает, всё начало, вам стало тяжело, то можно поменять положение тела. Если у вас всё затекает, но вам не тяжело, продолжайте в этом положении ходить. В целом, есть три стадии, четыре стадии процесса пробивания каналов психических. Первая стадия – тело затекает. Вторая стадия – в нём появляется покалывание и жар. И третья стадия – немеет, ничего не чувствуешь. Четвёртая – лёгкость. Если вы до лёгкости дошли, можете уже поменять положение тела. А если вы на любой из этих стадий чувствуете, что или психически невозможно сидеть, потому что вы сильно отвлекаетесь, или возникла боль, значит, тогда в этот момент вы немедленно должны поменять положение тела. Теперь поднимите руку, кто вот физически чувствует сейчас себя плохо вообще, плохо себя чувствует. Вам не надо напрягаться сейчас. И если вы почувствуете вас, ну, вы можете напрягаться, допустим, да, можете в процессе участвовать на полную катушку, но если вы почувствуете, что вас мутит, и голова начинает кружиться, вам немедленно надо расслабиться прямо на кресле и никуда не уходить. Надо продолжать повторять, потому что, ну, когда человеку плохо, у него слабость до блока доходит, и у человека, человек может потерять даже сознание. И в целом, если вы чувствуете, вот вы повторяете, я желаю всем счастья, и вас как бы начинает мутить, то в это время лучше всего расслабиться. Но никуда не уходить, чтобы блок пробить этот, ну, без потери сознания, спокойно. А потом дальше опять можно занять опять сильное положение тела и опять дальше двигаться вперёд. Ну, то есть любые вот эти вот, когда всё помутнело, это всё просто вы приходите к судьбе, сталкиваетесь с ней, и как бы или пробили, или не пробили. Вот когда человек плохо себя чувствует, чаще всего он не пробивает, а теряет сознание, там падает. Поэтому не нужно себя до этого доводить, нужно просто расслабиться, подождать. Люди вам помогут пробить блок, а потом дальше продолжать. Если кто-то вообще больной сильно, допустим, начали напрягаться, давление сильно повысилось, значит, тогда вам тоже, Галина, не надо сильно перенапрягаться, как бы, чтобы не было никаких там дел нехороших. Вы были на таких мероприятиях до этого? Были? Нет? Нужно осторожно, не перенапрягаться, не надо, потому что... Степень пробивания каналов от позы зависит... Лучше всего принимать то положение тела, которое легче всего переносить. Допустим, если вы занимаете то положение тела, которое вы переносите плохо, то это означает, что там больше болезней скоплено, но это же и положение тела самое опасное для вас, то есть оно может перегрузку вызвать. Поэтому нужно занять то положение тела, которое комфортно долго переносить. Вот у вас, допустим, есть опыт, вот, допустим, вам стоять можно долго комфортно, а, допустим, в позе алмаза нельзя, или наоборот, в позе алмаза вы садитесь, долго можете сидеть, а стоя вас перегружают. Поэтому выбирайте то положение тела, которое легче переносить, и нужно которое сложнее, понятно? Это опасно в этих ситуациях. вот теперь руки есть разные комбинации пальцев которые усиливают энергетику и концентрацию человек если вы чувствуете что у вас не хватает концентрации внимания и силы воли вот вы чувствуете что как бы тяжело тогда соединяете большой палец указательным если чувствуете что у вас не хватает сил слабость такая энергии нет значит большой палец соединяйте со средним если чувствует что у вас не хватает уверенности вы как бы не чувствуете себя комфортно у вас нет как бы чувства что вы побеждает судьбу как бы вам кажется что у вас ничего не получится тогда большой к палец соединяйтесь с безымянным если вы звук когда произносите у вас концентрация на звук слабый или или у вас постоянно першит горло или вы как бы звук со звуком у нас какие-то проблемы тогда большой палец соединяйте с мизинцем если у вас совсем проблемы вот так делать не надо это не поможет вот теперь если у вас как бы вы хотите одновременно концентрировать свою волю и работоспособность вот такое положение рук возможно или если вы хотите концентрировать звук и уверенность себе то такое положение рук тоже возможно понятно два пальца можно с большим соединять четыре нельзя еще следующее положение рук может быть вот таким это положение рук означает что я предаюсь богу а вот так я предаюсь богу все меня все пальцы соединяются идут вверх вся энергия вверх можно так делать если вы допустим нуждаетесь в энергии людей то вы переворачиваете руки если вам все мешают тогда наоборот к себе ладошки к телу если нужна энергия людей то ладошки наружу разобрались с руками обувь во время этого мероприятия лучше снять потому что она бы она будет мешать по-любому хоть вы сидите на стуле хоть вы стоите хочу но стоит если вы стоите и будете все время стоять можно стоять в обуви иначе будет холодно позе бабочки руки ну так же можно можно за ноги браться если вам тяжело допустим сидеть позе бабочки можно за ноги браться можно просто вот так положить да еще очень важно сейчас ходить туалет всем потому что выходить во время часа вот этого запрещено никто не имеет права выходить из зала мешать кому-то вставать куда-то бежать вот сейчас все бегут туда куда хотят бегать бежать занимают свое положение которое кто-то хочет на сцене заболевать положение да кстати сказать о птичках сейчас надо будет сделать следующее надо будет все цветы все цветы все цветы поставить туда вдоль вдоль стены прям нет нет вдоль стены вдоль стены вон там вдоль стены все цветы вдоль стены чтобы не минну не забирали они пространство Можно на сцену садиться, можно находить где место, можете сесть возле своих стульев. Если там есть место. Можно покрывать, можно не покрывать, нет необходимости. А? Вы можете менять положение тела, это не проблема. Да, одно устали от одного, поменяли на другое, это не проблема. В проходе можно сесть, главное, чтобы вы меня видели. Если вы меня не будете видеть, то это уже не очень хорошо. Вот есть лесенки, вот там, допустим, лесенки, там меня видно. Вот на этих лесенках тоже можно садиться. Там, в проходах, можно садиться, если вы меня видите. Можно вот здесь, передо мной, там садиться, вот тут вот. Провода под наобнижением, куда они садятся. У нас там коврик везет. На сцене еще места много, можно сзади меня садиться. Чего, моя хорошая? Чего? На сцену всем можно. Все, кто залезет, всем можно. Там еще сзади куча места, сцена большая. Еще вон там вот можно, смотрите, вон выше сцены, есть тоже места. О, вот, да, вот там вот есть места. Можно садиться. Если хотите, можно вообще немножко взять вот эти стулья, куда-нибудь стащить. И вот там вместо стульев можно садиться вот на эти вот. Ну, это как вариант, если хотите. Стулья поднимаются, можно их убрать и как бы, или сдвинуть эти стулья, и там будет место сесть, куда. Сейчас самое главное будет. У меня просьба всех сосредоточиться. Мы сейчас будем синхронизировать звук хора, мой звук и ваш. И надо будет, все внимания, все должны сейчас понять, что должно произойти. Надо, чтобы мой звук, звук хора и ваш звук примерно одинаково было слышно. Чтобы мой звук не было сильнее звука хора или ваш звук, там, чтобы мы не заглушались. Так, все сейчас на этом соизветочатся, потому что сейчас все будут произносить звук. Все, вы слышали, да? Сейчас все будут произносить звук. Слышали, да? Или нет? Мы сейчас будем пробовать. А что, Лен, мой звук-то почему выключили? А, вы выключили специально? Я понял. Все хорошо. Я понял, все, вопросов нет. Вот. У вас там своя система. Я понял. Ладно. Телефоны все выключите. Если кто-то поднимет трубку во время процесса, то все, ват пойдет сразу. Телефоны забудьте, их нет. Все, вы в космосе, в открытом космосе. И там тоже, кто онлайн, то же самое. Не дай бог вы там будете отвлекаться и мешать. Все это будет влиять на ситуацию. Так, все пробуем сейчас. Все вместе, пожалуйста. Помогите мне. Помогите мне сейчас произнести звук хором, чтобы мы знали, насколько сильно это будет. Итак, приготовились. Чего это не слышно? Меня, музыку или вас? Вас слышно. Музыку слышно? Да. Музыку хорошо слышно? Да. Вам слышно? Чуть больше, чуть-чуть. Меня сильнее всего слышно? Да. Меня сильнее всего слышно? Надо чуть меня меньше. Еще раз. Я. Сейчас кого-то чего слышно сильнее всего. Музыку хорошо слышно. Музыку слышно? Меня слышно? Да. Вас слышно? Да. Нет. Нет. Вас не слышно? Нет. Нет, не слышно. Ну, еще раз громче, значит, повторяйте, если вас не слышно. Все включитесь, все начните произносить. Меня достаточно слышно? Да. Хорошо вы прям четко слышите? Да. Или не слышно достаточно? А? Хор сильнее слышно? Нет. Поровну. А? Поровну. Поровну. Отлично. Ну, тогда сейчас вы немножко посмотрите. Если все будет поровну, то потом можно будет отдыхать на час. Чтобы мы не отвлекались ни на кого. Нет, сейчас никаких вопросов. Вот так можно, да, пожалуйста. Никаких вопросов. Все. Сейчас начинается. Видите, зачем столько? Мне надо менять двадцатую микрофону. Так, сейчас я тут посмотрю, где тут у меня мои хорошие там онлайновцы. Так, я, нормально я это, меня видно? Я вот сейчас в двойном экземпляре у вас буду. Вон, два, меня два, видите, вот я буду еще с той стороны. Если одного мало, то два. Если мало, то три. Все, мои хорошие. Поехали. Да, можете сесть, даже на колени вставать, потому что там мало людей на стуле, вы не будете никому мешать. Туалейки много? А? Сколько? Чего? Двадцать человек. И что, мы час будем сейчас сидеть ждать? Что, они по пять секунд писать будут, что ли? Все, поехали. Придут. Ничего страшного. У нас времени уже нет. Все. Все, все, все. Все замолчали. На сцене все, кто еще хочет на сцену, место есть. Надо кому-то еще на сцену. Ну, идите. Бегом. Вот, вы можете закрывать кого-то вот так. Видите, вот там мужчина сзади вас меня не видит, если вы встали на колени. Если вот так будете сидеть, можно, если встанете, то куда-то туда надо. Вот тоже вам, наверное, надо поменять положение тела, и вы тоже здесь нельзя сидеть. Вот, смотрите, вы как бы закрываете меня от людей. Нормально, да. Нормально, а если вы встанете на колени, все, тогда вы закроете. Спасибо большое. Извиняюсь. Кому было слишком долго? Поднимите руку. Кому слишком долго? Еще раз попробуем. Сейчас нормально все? Нормально. Не сильно долго? Хорошо. Продолжение следует... 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 Вот мы повторяем, я желаю всем счастья, у вас возникло чувство страха. Это означает, что вы прямо, напрямую соприкоснулись с судьбой. Чувство страха — это и есть судьба. Что нужно делать? Сильно концентрироваться на звуке молитвы, на хоре, на вот этом звуке громком, сильно концентрироваться и стараться забыть о страхе. Когда вы будете забывать о страхе, вы будете побеждать судьбу свою. Если страх будет вас побеждать, значит, вы не побеждаете, судьба побеждает. Идет борьба, которая должна закончиться, что у вас должно внутри появиться чувство чистоты, радости, спокойствия и победы. Вот у меня тоже после ретрита осталось чувство тяжести вот здесь в груди. Это значит, что у меня вышло новый объем работы. Ну то есть судьба — это же подвижная вещь. То есть мы часть судьбы победили, новая выходит, часть победили, новая выходит. Вот у меня что-то новенькое вышло, я еще не понял, что, но уже вышло. Значит, будем изучать, будем пытаться понять, побеждать это, молиться, чтобы эта судьба, которая вышла наружу, она выходит только для того, чтобы мы ее победили. Все, больше нет причины ей выходить наружу. Поэтому у кого тяжесть появилась в груди час после молитвы, ну значит, вот новый объем работы, надо его побеждать. А у кого, наоборот, прошла тяжесть и легкость возникла. Ну значит, этот объем работы вы победили, потом придет следующий. Ну то есть, вот примерно так, все время мы то одно, то второе побеждаем и так постепенно очищаем свое существование. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok